всем привет друзья ну вот и начался 2019 вертолетный год почему я кстати назвал его вертолетом для тех кто не смотрел видео на канале по обзору модели вайпера академии в 35 скажу что он аж три целой модели которые я очень долго ждал на начало этого года вышли в релиз первое это и кстати что надо отметить именно в 35 масштабе да я блин знаю что это гигантские вещи будут получаться но я закрываю на это глаза и просто просто собираю первая модель это модификация little bird 6 м более современные от хитти хока вторая модель это уже озвученный мной вайпер от академии также в 35 масштабе ждет своего часа в очереди на сборку и третье наверное самая долгожданная модель на этот год это от китти хока также линейка 60 сикорских модификация пэйв хок на начало года уже вышел blackhawk классика да я знаю и вот на него уже ну где-то нам как месяца 34 цена подупала сейчас с цена с новеньким пэйв хоком на данный момент а данный момент это начало августа 2019 года и в общем-то цена на него я бы не сказал что поддается здравому смыслу жду когда она подупадет надеюсь это будет к новогодним праздникам вот там можно будет себя побаловать либо классикой виде blackhawk либо пэйв хок взять я еще пока не решил и ту и ту хочется очень собрать это это мне нравится хочется поставить прям на полочку хотя какую полку под такую махину надо я не знаю о кстати и вы можете сыграть свою роль в этом вопросе какую бы вы взяли мне будет интересно почитать в комментах пишите реально интересно какая выиграет да я не могу сделать видео без вступления поэтому вам самое время заварить пельмешей заварить что-нибудь вкусненького чайка с печеньями взять видео обещает быть интересным и продолжительным ну а мы начинаем поехали итак модель у нас на сборке сегодня птичка в модификации 6g и пока мы вместе смотрим что идет в коробке отвечу на вопрос почему же я взял именно более старую модификацию пусть и участвующую в известной операции в магадиша из не менее культового фильма падение черного ястреба ты же ждал м-версию спросите вы все верно и заказал продавца именно м модификацию как только она вот вышла на прилавке но из-за ошибки или умышленной путаницы созданной продавцом прислал он мне версию 6g благо за эту ошибку он мне компенсировал где-то половину стоимости всей посылки и доставки немного обидно конечно как ни крути но собрать птичку из бхд мне тоже не менее интересно но вернемся к набору с инструкцией здесь все в целом хорошо этапы сборки описано подробно и понятно в удобном для работе форматы книжки как обычно у китти хок в инструкцию вшита схема окраски и нанесение декалей здесь и номера и эмблема на 4 борта 160 полка ночных сталкеров периода операции в сомали надо пожалуй уже определиться какой борт буду собирать я и скорее всего я ставлю на 362 харли-дэвидсон поскольку модель идет в 35 масштабе от этого производитель как вы сами видите не пожадничал на детализацию и забегая немного вперед мелких элементов в ней хватает так что для начинающего моделист это будет непростой вызов по навесному вооружению согласно схеме в инструкции можно собрать хищную птичку не обязательно вот десантный вариант с боковыми лавками далее по набору в комплекте идет вот за что я всегда любил китти хок это за то что они докладывают набора фототравления в детали из которых дублируются отлитыми из пластика на литниках то есть не получается у вас работать с травлом пожалуйста всегда есть альтернативный вариант деталька отлитая на литнике молодцы просто замечательно на плате размещены элементы патронопроводов кожухи и элементы пулеметов ремни кресел пилотов решетки воздуховодов и парковочные петли далее идет лист декалей как я уже сказал на 4 борта номера эмблемы немножко технички и элементы приборной панели основное остекление за которой я очень волновался с момента получения на почте упаковано с остальными прозрачными деталями в отдельную коробочку я еще вам не рассказывал но где-то три-четыре года назад я уже заказывал little от фирмы dragon с рук это дело было и при транспортировке у него было повреждено главное лобовое остекление трещина просто кошмарно на всю почти длину этого стекла я тогда очень расстроился стекла этого было нереально добыть запасного и вот если бы что-то при транспортировке произошло со стеклом от киттихоковского литла я бы наверное уже не пережил драгоновский литл в недособранном виде у меня еще остался и вот он послужит мне в качестве зипа к новой птичке прозрачный желитник из комплекта содержит основной лобовое стекло форма у него сложная и вспоминая драгоновский с установкой придется повозиться также тут все проблесковые маячки габариты ну и боковые двери кабины пилотов теперь пришло время основных летников их тут три да уж мелких деталей не пожалели уже чувствую как прокачиваю свою стрессоустойчивость и усидчивость посмотрим на расшивку основных деталей корпуса есть немножко утяжен но не критично места для обработки несложны в остальном шикарнейшая расшивка корпуса и внешних элементов проработка приборной доски также доставляет по остальным деталям облое я не вижу нет хорошо так с литник с лопастями и элементами интерьера классно что лопасти уже сразу отлита с эффектом провисания все текстурненько аккуратно и каких-то косяков с отливкой я здесь не вижу ну и последний третий литник с основной мелочевкой вооружения очень круто что для декора отлили даже личное вооружение пилотов пару mp5 и два карабина м4 думается мне что они еще пригодятся если не в этой сборке то в следующих точно применю отлиты у нас тут и hellfire с подвесами тоненькие разделенные стволы миниганов тоже наводит на мысль достаточно кропотливой с ними работы что пора приступать к сборке комплект бросает вызов сразу по всем фронтам тут и травление и хорошая детализация как интерьера так элементов вооружения да еще к тому же у меня есть задумка по доработке этой модели из имеющихся частей от старого литлберда дрэгона и не менее олдового смоленого наборок от кобры он тоже был докуплен вместе с литлбердом от дрэгон само видео будет построено так что по традиции буду делать включение после завершения того или нового этапа стройки и в деталях проходится по рабочим моментам все ладно окей меньше разговоров большее дело в сбор ну что ж начало положено прошелся по пунктам сборки от первого до восьмого согласно инструкции сделал подсборки по двигателю и интерьеру литла перед финальной сборкой можно сказать внутренней интерьерной капсулы если вы как и я планируете сделать отсек двигателя закрытым то можно не париться и сразу вклеивать в силовую раму двигатель с выхлопной системой я же для видео не стал это сразу делать так и хотел показать итоговое расположение детали ну и вот так вот выглядит первый и второй этап инструкции в сборке далее по приборной панели во первых я решил ее оставить рельефной то есть декали на нее наносить не буду а все кнопки и тому подобные тумблера будут подкрашиваться кистью и второе я решил немного навести антуражу нашим любимым тянутым литником и сделал имитацию кабеля питания дисплеев и панели а вот следующие элементы интерьера такие как места пилотов и центральная перегородка кабины получили прокачку в виде смоляных деталей это соответственно сиденья ящик аптечки в центре и приборов управления вооружением птички над креслами пилотов эти детали как раз таки были взяты из смоляного набора от кобры правая панель как видите здесь не из смолы но это помог все тот же донор от дрэгона все это потребовало легкого около часового напилинга и не без скрипа но влезла на свои места фиксация смоляных деталей по стандарту на циан акриловый клей по нашему обычный супер момент на задней части перегородки сымитировал проводку от панели управления добавил прямоугольный щиток выглядеть на мой вкус стало поживее и не так вот пусто как в из коробочном варианте как уже говорил в начале видео люблю kitty hawk за то что они докладывают плату фототравления в комплект и вот как раз таки очень необходимые ремни пилотов были в этом травлении погнул их по форме кресел и подготовил грунту и покраски дали пол кабины бензобак ну тут особо сказать нечего а вот педали заставить немного над ними посидеть элементы мелкие и очень детально выполнены хотя я их уже на этом этапе и приклеил но вам все же советую их устанавливать непосредственно перед остеклением я лично раза два наверно то и три случайно задевал ими зацеплял за что-то и вот эти тонкие оси педалей ломались и приходилось их снова подклеивать следующая немаловажная часть это рама навесного вооружения и ящик под снаряды еще раз восславил его сиящество тянутый литник и сделал из него элементы питающей проводки до блоков нурсов и сзади рамы до базы установки миниганов по краям база крепления нурсов сделал ножки фиксации этих блоков также из тянутого литника естественно они не раз пообломались во время сборки и покраски на финальной части я их по моему штуки три или четыре восстанавливал куда уж без этого переходим к варианту обвеса птички вооружением которые я выбрал но тут вот есть несколько неприятных сюрпризов да я хвалил производителя за дублирование пластиковых деталей травлом но блин на литнике патронопровод для минигана отлит только для одной стороны а их 2 карл 2 минигана и поэтому если с травлом у вас что-то не заладится но не в ладах вы с ним чего-то придется колхозить и стравление само собой все выглядит намного детальнее реалистичнее я сразу решил делать из травла но из-за отсутствия гнулки у меня в инвентаре пришлось проявлять смекалку вход пошли металлическая линейка и лезвие с поставленной задачей я справился но пометку что надо бы наверное уже обзавестись гнулкой для себя сделал также поскольку патронопроводу нужно еще придать изогнутую форму и при этом не деформировать геометрию канала в центре сделал полоску из старого доброго дыши пластика потом его подкрашу под цвет гильз и будет шикарно и незаметно на данном этапе полоска нам помогает не только сохранить форму канала но и приклеить к ней фиксации вот непосредственно к патронному ящику детали на обе стороны также пошли с донора dragon конечно же факт отсутствия их на летниках печалит комплектным миниганом также есть элементы из фототравления но я с ними не подружился и собрал на базовых пластиковых кожухах и вот тут я вам желаю терпения и усидчивости они от в отличии от дрэгоновских сделаны копейно и каждый ствол отлит одной тонкой деталью я вас предупреждал модель не для начинающих моделиста от слова совсем ладно переходим к следующей подставе этого набора вы не смотрите что у меня в кадре два блока нурсов в наборе как и патронопровод отлит всего один один нурс ну как можно было так спешить вот я вам скажу подставу особенно если вы нацелились как и я сделать симметричный по вооружению борт они в инструкции в схеме вооружения отмечены что есть и что самое подлое даже на бокс арте коробки изображен борт именно с двумя блоками а по итогу хрена с 2 выбирай что есть в комплекте либо вот один нурс тоненький либо пятидесятку бмджи гау либо спарку хеллфаеров ну либо двенадцати ракетную уродливую бандурину с нурсами как у я уже сказал выручил меня донор от дрэгона у него кстати и задняя часть блоков более детализированно видны трубки пироэлементов китихок же что спереди что сзади отлили однотипные круглые углубления ну что ж вроде по этому этапу все в грунт и в покраску этой сборке мой обычный грунт от валихе почти закончился и показе я решил попробовать какой-нибудь новый прикупила там и миг серия ваншот в целом дуется даже через сопло 02 и 3 отлично сохнет быстро запах приятный ложится равномерный без шагрени наверное еще черного себе прикуплю в запас интерьер я задул в основной цвет всей модели это нато black краску брал атаки интерактив также как вариант можно использовать тамевскую того же цвета придать живости антуражных потертостей по поверхностям и граним я взял краску от валихе серия metal color дюрал алюминий а также немножко для тона выпуклости взял темно-серой таме ну и методом сухой кисти легкими движениями и в рамках приличия старался нанести тут и там где это требовалось кнопки на приборах и на панелях подкрашены тонкой кистью и зубочисткой также тамевскими красками серая синяя красная желтый чуть-чуть на экраны и защищенные стеклом элементы приборной доски пошел прозрачный тамевский clear blue получилось как по мне в меру потерто и визуально по объему добавилось как в общем-то и планировалось следующий шаг собираем интерьерную капсулу вместе и аккуратно ее вклеиваем в половинке корпуса стыковок половинок хорошая но повозиться все равно придется если сделать это аккуратнее проклеивал сначала по верхней части в районе установки ротора винта и в финале шов на дне уже был проклеен рекомендую проклеивать без длительных задержек по высыханию клея проклеили вы верхнюю часть слегка подожидали там схватилась и сразу же можно переходить к шву на дне приборку кресла пилота всю мелочевку буду клеить уже перед основным остеклением я напомню и педали отнесите в этот же список по креслам дополнительно легким слоем я прошелся тамевский xf9 hill red чтобы придать вот темные обивки кресел потертый и выгревший на солнце вид как по мне тоже это удалось да кстати чуть не забыл по корпусу примерно в районе установки стоек лыж сразу на двух половинках идет небольшой шов от смещения пресс-форм при литье не забудьте обработать эти места и после грунта покраски в черный там совсем ничего уже не будет видно я аккуратно мелкой шкуркой его вывел ну насколько терпением не позволило но вот мы и подошли к сложному этапу установки остекления вся мелочевка интерьера вклеена приклеены сетки из фототравления на полагающие 7 места с внутренней части остекления я прошелся прозрачным тамевским clear green ам и начал потихоньку примерять стекло тут видимо где-то что-то в интерьере приклеилось со смещением от этого стекло плотно и без зазоров приклеиваться отказалась принял волевое решение подточить места контакта остекления с задней приборной панелью время заняло порядочно потом еще и краску в цвет интерьера восстанавливать пришлось но к сожалению один факап я все же успешно словил появилась небольшая трещина на стекле от частого прикладывания вот туда-сюда детали и попыток поплотнее прижать ее края при приклеивании стекла корпусу тут я вам скажу честно я немного приуныл и даже чуть не дропнул сборку целиком но собрался силами и вопрос с трещиной я решил исправить установкой в это место на стекле базы и трубки приема воздушного давления она есть и на боевых птичках но обычно устанавливается чуть выше у меня другого варианта не было финале снимем когда маски со стекла увидите как это все вышло и вживую смотрятся перед установкой дверок половинок моторного отсека чуть не забыл покрасить выхлопную систему так как делаю отсек закрытым время на детальную прокраску элементов двигателя терять я не буду краску под эту цель я взял в олеховский металлик для выхлопной системы очень уж мне понравились эти металлики без проблемные при нанесении и эффект металла дают крутейший лана маскируем остекление собираем и обклеиваем мелочевку по корпусу и готовимся к финальной малярки решил сделать такое вот включение посреди всего того хаоса что творится при сборке в чем суть решил пока не загрунтовал это все не задул базовый черный цвет показать какие элементы дополнительные я сделал начнем наверное вот с передней части здесь я сделал вот под фонарем такой вот треугольный элемент он на боевых тоже есть с внутренней стороны как видите здесь уже кусочек трубки плит приклеен как бы это тут не сломать развернуть вот а с передней части он будет здесь продолжаться его пока приклеивать не стал поскольку знаю себя что во время сборки покраски его раз 10 наверно отломаю также я не стал делать и вот здесь такую трубочку в как она правильно называется приема воздушного давления почему она кстати здесь они вот здесь поскольку вот в этом месте образовалась небольшая трещинка и я решил так замаскировать ну надеюсь эксперимент с такой вот маскировкой выйдет и не будет так сильно бросаться в глаза ну если не знать может быть и и незаметно было бы вообще далее из дополнений здесь есть парковочные петли здесь у нас уже была деталь элемент база треугольнички такие которые изначально уже были на корпус и вот с этой части не был ну я их сделал из нашего любимого доширак пластика в принципе с двух сторон симметрично выглядит прикольно как по мне и из такого же пластика доширак вот здесь сделано створках моторного отсека кстати их я вам советую приклеивать сначала одну по верхней границе далее немножко как и подгибаем проклеиваем вот по этой стороне и уже потом когда вот это будет надежно приклеено любая либо правую либо левую тут в принципе они одинаковые симметричны и вот уже по ней равнять и приклеивать на предыдущую сторону не стоит их сделать сначала одной детали уже потом вот будут трудности с размещениями но так вот для этого ну как бы сымитировал на фотографиях увидел вот эти замочки стягивающие две половинки за за нижнюю я не ручаюсь а вот эти две на фотографиях видны на элементе заднего ротора здесь сделал такую вот перемычку и и как не сделали из на основной деталь уже сразу получилось вроде неплохо ну и вот провод идущий от задних маячков это истянутого литника и вот в общем то перед вами также основное деление на элементы до покраски нурсы главный ротор кстати несмотря на что элементы здесь сложные много мелких деталей вот но даже так удалось сделать его подвижно просто немножко терпения усидчивости и у вас я думаю не возникнет никаких проблем задний ротор такой вот деталькой тоже пока его оставил красить удобнее будет а потом уже приклеив финале каналы патронопроводов миниганы тоже пока не покрашены антенна огнетушитель уже покрашен он будет вот в передней части размещаться хвостовое оперение также эту деталь уже приклею когда будет основной цвет нанесен дверки кабины и патронного грузового отсека я сейчас в принципе тоже покрашу я их подготовил они у меня будут выступать в качестве основных масок чтобы внутрь не попадал грунт и так далее их там на потафикс на скотч постараюсь зафиксировать ну а уж устанавливать на финальной части буду или нет я подумаю пока не решил может быть да может быть нет но на фотографиях в основном боевые борты они летают без передних и задних дверей вот вроде и все ну что ж я думаю встретимся на следующем аптапе либо покраски либо уже как повезет может быть даже и уже собранной полностью покрашенной модели поехали дальше и вот мы дошли до финальной покраски грунт все тот же отама микс серый базовый цвет нато black любой который вам получится достать как видите двери неплохо сработали как маска но за ними я все равно по краям добавил полосок из скотча на нем они держались так как корпусу я их не приклеивал ну и все элементы под сборки перед финальным аккордом перед вами дальше как и по интерьеру пройдусь сухой кистью сделав сколой потертость покрашу миниган и блоки нурсов далее задуваем все в глянцевый лак и наносим декали выбрал я номера эмблему 62 борта харли дэвидсон декали я приваривал как обычно марк фитом от тайми и что хочется сказать по их качеству это просто дубовейшие декали которые мне только попадали до этого момента я замучился их приваривать если на плоских участках худо-бедно они встают то на нурсы хвост на круглой поверхности это тихий ужас при этом склонны они к порывам и в итоге даже после приварки серебрятся края пришлось на их маскировку тоже потратить достаточно много времени ну что готовы узреть финал если конечно же не перемотали видео сразу в конец я честно старался как обычно в своих видео про модели совместить детальные кадры с кратким но в то же время емким описанием происходящего так что надеюсь было интересно информативно и еще одна небольшая вставка покраски и химии полный ряд всего что использовалось перед вами можно смело ставить на паузу и выписывать окей пришло время представить вам итоговый результат где-то пары месяцев труда и превозмогания модель в тридцать пятом масштабе и h6g little bird со знаменитой операцией в магадишу сомали 160 полка ночных сталкеров для экспозиции на полке я еще прикупил шеврон этого полка реплика конечно же но вышивка достаточно неплохая и вот такая красота вышла думаю стоит также подвести итог по модели по детализации ставлю твердую четверку есть что допилить но и без допилов из коробка выйдет годно стыковка хорошая шпатлевки по швам минимум ушло по комплекту вооружения и бокс арту вводящим в заблуждение тоже четверка ну ладно с минусом четверка все же обманывают нехорошо ай-яй-яй ну и несмотря на эти косяки описанные мною на этапе выбора вооружения все же детализации миниганов и 50 кигау отлично ну и травление для улучшения этого всего дела а вот декали садись тройка да вариативный до печать четко но просто дубовейшие и хрупкие декали видимо в свой арсенал химии что-то жесткое нужно заиметь для размягчения вот таких неподатливых особ тем не менее фирме китихок стоит сказать спасибо поскольку только они каким-то магическим образом я уж не знаю как у них это получается выпускают модели которых я давно мечтал и думал серию птичек от сомалийской до модернизированный m-версии теперь еще и за линейку 60-х сикорских взялись от классического blackhawk до палубных модификаций ну это просто кайф вот если они сделают новые и си 130 я не знаю я молиться буду ну ладно ну что ж не буду тянуть little bird за штурвал отправляется она на полку у меня тоже есть в планах следующие сборки поэтому будем прощаться до следующего видео вы в свою очередь не стесняйтесь пишите как вам модель если в планах собрать что-то похожее если я какие-то моменты забыл рассказать показать также не стесняйтесь комменты к вашим услугам и если видео было информативное и полезное не забывайте и оцените его также не забывайте подписываться на канал это важно для его развития ладно друзья как обычно в конце видео я еще добавлю фото слайд-шоу ну и до скорой встречи до следующего видео и пока пока а и 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